Мы переходим к нашей самой важной половине. Мы переходим к причастию. И знаем, что христиане, верные Богу, живут от причастия до причастия. Почему? Потому что, когда мы приходим на причастие, сказал апостол Павел, да испытывает каждый себя. Я не могу испытать тебя. Я не могу проверить тебя. Но ты стоишь перед Богом, как и я. И каждый да испытывает себя, сказано. И сегодня это испытание для каждого сердца. Насколько верными вы ходите Богу во все эти дни. Мы приходим такие все белые и пушистые, когда приходим в церковь. Но за церковью порой бывает такое, что наши поступки и наши дела не отвечают тому, что мы христиане. И если здесь нас видят как красиво приходящими и сидячими, то в других местах люди не видят в нас Иисуса Христа. Нет ничего страшнее, чем человек являет Христа только в церковь, когда придет, складывая ручки в благоговении, показывая, как он любит Христа. И как страшно, когда, выходя из церкви, он ведет себя так, что люди даже не могут сравнить веру в Иисуса и поведение христиан. Каждый из нас даст отчет перед Богом. Приходит уже то самое время, когда осталось чуть-чуть перед тем, как дать отчет. Иногда мы думаем, что в последний момент покаемся и все порешается. Так живет сегодня весь мир. Живут в надежде, что живем, как хотим, а потом в последнюю минуту успеем покаяться. Но Бог говорит, ты не знаешь ни дня и ни часа своего. Каждый думает, что успеет, но сколько их не успело. Когда Бог в терпении своем дает время для исправления, а человек вместо того, чтобы воспользоваться временем для исправления, начинает грешить. Бог не наказывает его. И он думает, что Бог такой же, как и он. И начинает грешить с ненасытимостью. И тогда приходят суды Божьи. И Бог испытывает нас. Испытывают наши сердца, наши души, наши слова, проверяют все, что мы говорили, все, что мы делали, начинает испытывать. И потом, в конце концов, каждый получит свою награду. Каждый получит свой венец. И кто-то венец славы получит и услышит драгоценные слова, «Возлюбленный мой, войди в чертоги, приготовленные для тебя». А кто-то услышит страшные слова, «Кто ты? Я никогда не знал тебя». И получит венок вместо венца. Послушайте, хочу, чтобы вы для себя сейчас уяснили. Мы давно готовимся к тому, что Господь возьмет свою церковь. И когда решится вопрос, тебе нужно будет оглянуться назад и посмотреть, что ты успел сделать за это время, отпущенное Богом тебе в вере в Иисуса Христа. Что думаете, самое главное – это просто приходить в церковь, или просто иногда открывать Библию, или просто иногда молиться. Бог смотрит на твою жизнь. Как ты живешь, когда ты принял его в свое сердце? Как твоя совесть тебя угрызает или не угрызает? Как ты это делал? И когда мы предстанем перед Ним, то Бог говорит, и дела ваши пойдут вслед за вами. И когда говорят, что дела ничего не решают, только вера в Иисуса Христа, но там написано, и дела ваши пойдут вслед за вами. Когда я предстану перед Богом, я должен буду показать, что я делал все эти дни, когда Бог отпустил мне это время моей жизни, чтобы я потрудился для Него. То же самое нужно будет сделать и тебе. Тебе нужно будет показать Богу, что ты сделал за дни, отпущенные тебе. Был на замечания, на отлучения, куча неприятностей, непокорности, скандалы, проблемы. Падение, вставание, падение, вставание. Когда ты должен был привести многих людей ко Христу, спасая души. Когда ты должен был явить славу Господа своей жизнью. И даже если ты не поставил человека на колени, и сказал, давай быстро кайся, то человек, глядя на тебя, подумал бы, у этого человека есть Христос, и я хочу иметь такого же Бога, как имеет Он. И вот приходит время, когда тебе все показать, потому что уже все уже. Ты уже не успеешь что-либо сделать. Ну, разве что, может быть, положить свою жизнь за кого-то. Но если Господь восхитит сейчас церковь, или если ты вдруг умрешь, потому что будет ядерная война, ты предстанешь перед Богом. Что ты покажешь Ему за вот эти дни отпущенные? что у тебя есть, чтобы Ему показать? По плодам их и узнаете. Приходит время плодов. Бог будет собирать сейчас урожай. Это будет жатва. Она уже началась. Жатва на земле уже началась. Тысячи людей за эти десять дней войны предстали перед Богом. Тысячи, десятки тысяч людей предстали перед Богом. Это идет жатва Божья. Она еще не закончилась. Она будет идти, эта жатва. Я говорю сегодня о том, что Бог совершает жатву свою. Когда мы сейчас будем слушать списки о тех, сколько умерло, и люди будут сетовать, жалко, убили, умерли. Жалко, что многие из них предстали неготовыми перед Богом, но будут отчитываться. И радостно, что те, которые стояли как раз вот именно в этих катакомбах, в этих домах, где были обстрелы, стояли на коленях и вспомнили о Боге. Потому что, як тревога, то и до Бога. Как привести тех, кто не ломается никаким образом, не хочет ни в какую идти к Богу, как привести их? Як тревога, то и до Бога. Как стали сегодня молиться украинцы? Как сегодня стали возносить свои голоса к небу тех, кто сегодня страдает, тех, кто сегодня в страхе и ужасе? Для того Бог и допустил это. Чтобы те, кто предстал уже сейчас перед Ним, большинство из них предстало после молитвы покаяния перед Богом. И чтобы не успели нагрешить и опять вернуть в ад свою душу и свою жизнь, многих Бог как раз специально забрал сейчас. И жатва началась. И те, кого еще не забрал, нужно приготовиться, потому что будет забирать сейчас. Тысячи, десятки тысяч. Библия говорит, треть человечества. Два с половиной миллиарда людей предстанут перед Богом сейчас. В ближайшие дни и месяцы два с половиной миллиарда людей предстанет перед Богом и даст отчет. И ты, и я. И Павел говорит, но не все умрут. Но во мгновение ока обязательно изменится. Кто-то умрет, кто-то погибнет. Кто-то во мгновение ока изменится и предстанет перед Богом. Во мгновение ока изменятся только те, кто готов к вознесению церкви, те, кто является его церковью, которых Бог подхватит к себе. Но те, кто погибнет, кто-то из них был готов, а кто-то не готов. Два с половиной миллиарда предстанет перед Господом. У нас с вами нет времени. Оно вышло. Оно закончилось. Сегодня все пишут везде и рассказывают о том, что в мире сейчас... Какое число сегодня? 6 марта, правильно? 6 марта 2022 года. И только в Украине идет совершенно другой отчет. 11 день войны. Вот так считается Божье время. И мы живем в тот момент, когда уже не считается, уже 6 марта, 7 марта. Но до взятия, но для того, чтобы предстать перед Богом, уже дни идут в обратную сторону. Осталось 10 дней, 9 дней, 8 дней. И счетчик неумолимо идет и идет. Время торопит, и у вас просто его не осталось. Уже нельзя потрудиться для Бога. Уже нельзя совершить великие дела для Господа. Можно только стоять и каяться и просить многим прощения за то, что ничего не сделали. За отпущенное время ничего не сделали. И идут к Богу с пустыми руками и наклоненной головой. По плодам их и узнаете. Как вы думаете, это Бог сказал миру или это Он сказал нам с вами? Как будет узнавать нас? По плодам. По твоим и моим плодам будет узнавать нас Господь. Сколько времени здесь на кафедре, я говорю, что поторопитесь, сделайте для Господа. Мы живем последние дни. Остановитесь. Оставьте грех. Оставьте свои амбиции. Оставьте свои характеры. Оставьте свои гены родительские. И наконец-то станьте с генами Иисуса Христа. Чтобы Христос отразился в вас. Сейчас вы придете с этим. То, что вы накопили, то, что вы собрали, и увидите, какое сокровище у вас там. И увидите, с чем вы придете туда. Вот уж будет декротность и смирение, которых здесь и не было никогда. И вдруг там будет такая кротость и такое смирение. И будет такая тишина. А Бог будет стоять, смотреть на нас и будет ждать, когда мы покажем Ему то, что мы принесли. Время ушло. Время ушло. Мы дадим отчет за все, что делали на этой земле. Предстанем перед Богом и будем показывать, что мы совершили в этой жизни. И я снова вспоминаю моих ребят в Николаеве. До последнего дня, до дня смерти, хотят остаться верными и служить людям. Пока мы здесь сидим и свои амбиции выставляем там, люди умирают, помогая другим. И им не страшно предстать перед Богом, они хотят этого. Их тянешь сюда, в безопасное место, а они хотят умереть там и предстать перед Господом. И нам есть о чем задуматься. Нам есть с вами о чем подумать, а мы разбираемся тут с косынками. В эти последние дни мы разбираемся со всеми этими мелкими, мелкими вещами, из которых складывается наше послушание Богу. Приведите себя в порядок, чтобы хотя бы в последний день предстать перед Богом. Не в осуждении, а в надежде на то, что Господь будет милостив к нам с вами. Мне жалко за многих, очень жалко и печально, тех, кто сейчас предстанет перед Богом показать ночью, что все те дни, которые Бог отпустил, просто спустили. Спустили неизвестно куда, не сделав ничего, не расстаравшись для Бога и нищим даже предстать. Мне искренне жаль таких людей. У них было время. Я радуюсь за тех людей, которые как разбойник на кресте в последнюю секунду вдруг признали и сказали, мы висим здесь за свои беззакония, за свои грехи, а Он не сделал ничего. Господи, вспомини меня в царстве Твоем. В последние секунды своей жизни Бог спасает даже разбойника и говорит, ныне же будешь со мной в раю. И Бог спасет сейчас столько разбойников, и Он говорит, блудники и пролюбодеи идут впереди вас. Впереди кого, Господи? Впереди кого идут бандиты, разбойники, блудники, пролюбодеи? Впереди тех, кто знал Бога уже много лет. И вместо того, чтобы являть Его славу, снова и снова забивали гвозди в Его руки. А вы думаете, таким людям Бог сразу же моментально скажет, ныне же будешь со мной в раю? Это самый страшный момент, потому что суду начаться с Дома Божьего. Кто больше получил благодать и откровение и возможности, как не дети Божьи? И если этот мир не познал Его, и если вдруг познает Его в последнюю минуту, в последнюю секунду, Бог примет их, как драгоценные жемчужины. Но люди, которые столько лет знали Бога и делали беззаконие, и жили так, что на их жизнь глядя, не скажут, что они любили Христа всем сердцем и душой, к ним это не относится. Они будут отвечать за свои поступки. И мы с вами читаем сейчас о том, что Бог говорит. Если даже бы и делал всю жизнь добрые дела, а под конец начал грешить, то сказано не вспоминуться ему добрые дела. Если вы думаете, что где-то что-то вы когда-то сделали, кому-то помогли, а сейчас вы живете, как вам хочется, то Бог говорит, все, что ты раньше сделал, тебе не вспоминется. Я не знаю, что сегодня вам предложить и что вам пообещать, потому что время ушло, и пришли последние не дни уже, я бы сказал бы, мгновения пришли. Успеете ли вы что-либо поменять и сделать, когда всю жизнь были непокорны своему мужу, когда всю жизнь делали то, что вам хотелось, и не искали того, что Божие, чтобы успеть что-то сделать в Боге, что-то сделать для того, чтобы расширил Царствие Божие. Бегали, грешили туда-сюда, отлученные, прилученные, отлученные, прилученные. Приходит момент, когда сейчас будут результаты, сейчас Бог с вас просит. И ничего не могу вам пообещать. Вот тем, которые там на улице, вот тем, которые сидят в окопах, вот те, которые Бога не знали, сказать им, давай пока помолимся с тобой вместе, попроси у Христа прощения, я и могу пообещать, что они сто процентов будут с Господом в раю. Но те, которые столько лет сидели во Христе и ничего не делали, мне будет очень жаль тех людей, что они свою жизнь просто спустили. Да сохранит нас от этого Господь. Субтитры создавал DimaTorzok